Готовим кадры для самых крупных компаний мира. Под таким девизом Набережно-Челнинский институт представил свою программу деятельности. В сотрудничестве с Камским инновационным кластером институт поделился с посетителями и участниками форума своими инновациями и успехами. Сейчас развитие института идет по трем направлениям – образовательному, научному и производственному. Несмотря на то, что сейчас мы находимся в Казани и, как нам кажется, видим только немного – баннеры и буклеты, но на самом деле мы можем побывать в самом Набережно-Челнинском институте КФУ благодаря вот такой вот электронной гулялке, как ее называют сами сотрудники университета. Сейчас мы находимся в институте автомобилестроения и здесь находится самое люксовое оборудование, закупленное в Германии. Но своей главной задачей институт считает образовательное направление деятельности, то есть подготовку кадров по всем техническим специальностям. Набережно-Челнинский институт представил свою программу в рамках третьего международного форума автомобилестроения. О главных задачах форума рассказал министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов. В основном, что автомобильная отрасль для республики, ну и для России в целом является одной из ключевых, мы, безусловно, уделяем много внимания дальнейшим развитиям этого сектора нашей экономики, который пока составляет около 10% от общего производства. И проведение такого форума и тех прошедших, и сегодняшних, и тех, которые мы планируем в будущем при поддержке наших партнеров, ассоциаций европейского бизнеса, и Франкфурт Месса, они, безусловно, очень важны для способствия дальнейшему развитию в республике. Марина Захарова, Роман Самарин, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин